Тема моей проповеди – «Победа в имени Иисуса Христа, в Иисусе». Послушайте внимательно. Мы сегодня слышим много психологических учений, проповедей, знаний, откровений. И мы читаем много книг, и они правильные все. Но послушайте, что говорит Иисус. «У веровавших в Меня будет сила». Многие люди ищут силу, где ее почерпнуть, где найти эту силу. Но послушайте, сила у того, кто верует в Иисуса Христа. И не просто верует, а верует как всемогущего Бога. Верует в Того, Который может все и несравненно больше. Смотрите, я хочу, чтобы мы затронули некоторое, не «Победа в имени Иисуса», «Победа в Иисусе». Хорошо, «Победа в Иисусе». Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Первое. Он предлагает нам спасение через веру. Но эта вера должна подвести тебя к чему? Многие люди здесь поверили в Иисуса Христа, но они не дошли до крещения. Некоторые еще не получили крещения. И я не говорю о православном крещении, когда вас крестили. Это осознанный акт, когда ты приходишь и говоришь, вот я, возьми меня, Господи. Я хочу отдать свою жизнь Тебе. Я умираю для себя, я живу для Него. Но вера – осознанный акт. И вы знаете, оно доводит тебя до определенного места, когда ты входишь в воду и ты получаешь крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Смотрите внимательно. Акт веры – это крещение. Движение веры – это крещение. Следующий этап – это крещение. Послушайте, я не могу иметь силу от Бога, если я не буду веровать и я не буду что-то делать. Вера без дел – мертва. Второе. Смотрите внимательно. Послушайте. Вера, которая дает тебе силу, она будет говорить, она будет говорить, что ты спасен. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы уже дети Божьи. Мы имеем спасение во Христе Иисусе. И послушайте, этот Дух свидетельствует, что мы дети Божьи. Когда ты веруешь. Иисус сказал, что верующий в Меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Но и бесы веруют и трепещут. О какой-то он другой вере говорит. Вере, которая побеждает. Вы знаете, есть вера, которая слабая. Вера, которая осознанная, но она слабая. Она ничего не делает. Она закапывает свои таланты. Она не распознает дары, которые Бог наделил тебя для того, чтобы ты делал что-то. Вы знаете, самое интересное то, что был случай, когда Бог встретился с Моисеем. Бог встретился, и Он начал говорить из куста с ним. И Он то, что сказал ему, Он сказал, сними обувь с ног твоих. И вы знаете, там произошел такой момент, что Моисей, он говорит, мне не поверят. Мне не поверят. И Господь, Он говорит, что в руке твоей палка, да? Брось эту палку. Для чего? По какой причине? Потому что эта палка превратилась в змею. Вы знаете, есть некоторые вещи в нашей жизни, которые страшат нас, приводят нас к страхам. Не приводят к вере, не приводят... Мы верующие в Иисуса Христа, мы знаем, что Бог всемогущий, но есть страхи, которые терзают нас. Кого из вас терзают страхи? О, меня терзают страхи. И я боюсь, что у меня не выйдет, что я запланировал. Не выйдет некоторые вещи. Вы знаете, у Моисея была большая проблема. Ему надо было возвращаться к народу, который его отверг. Это самая большая змея, которую надо схватить за хвост. И если бы он не схватил тогда за хвост эту палку, он бы не произвел того благословения. Он не получил этого благословения. Вы знаете, есть вещи, которые нам должны повредить. Общение с другими людьми. И вы знаете, мы не знаем, что в нашей жизни может повредить нам. Есть те вещи, в которых мы живем и находимся. Этот мир, он злой мир. Но Иисус в 17 главе от Иоанна, он молится. Я не молю, чтобы ты забрал их из мира, но сохранил их от зла. Сохранил их от лукавого, от дьявола, который пытается их укусить, ужалить. Ничто не повредит им. Ничто не повредит им. Он дает власть ученикам. Он говорит, даю вам власть наступать на врага. И ничто не повредит вам. Вы знаете, есть люди, которые сегодня находятся в страхе, в сомнении. Они не распознали своего таланта, не распознали своего дара. Они думают, что они просто христиане, которые должны прожить хорошо жизнь, хорошо и уютно находиться в теплом месте. И все. И больше ничего не нужно. Но Иисус не так говорил. Он говорит, у веровавших будут сопровождаться мои знамения. Вы пойдете и будете говорить. Разница между верующим и неверующим – это тот, который действует. Вера всегда действована. Вера действует. И вы знаете, некоторым сегодня надо осознать, что если я перестал в чем-то действовать, значит, моя вера ослабела. Но Библия учит нас, чтобы мы двигались от веры в веру, преображаясь как от Господня Духа. Мы должны меняться верой и от веры в веру. Мы должны расти. Но каким образом, если я ничего не делаю, я не стараюсь ничего изменить в своей жизни? Я должен веровать? Скажи, веровать. Вера без дел мертва. Послушай внимательно. Ты умершляешь свою веру, ты убиваешь свою веру. Каким образом, какими путями? Ты ничего не делаешь. Ты ждешь, пока что-то начнет происходить в твоей жизни. Но ты не берешь твою змею. Вы знаете, я не знаю, с какой змеей ты сталкиваешься, но тут написано, у веровших будут сопровождаться с сейзными именем, будут изгонять бесов, будут говорить иными языками. Послушайте внимательно. У Моисея была проблема, он косноязычный. Он плохо говорил с народом. Вы понимаете, что страхи и сомнения, которые у нас, в нас зарождаются, не зарождаются просто так. И это написано не просто так, и дано нам не просто так, чтобы вера возрастала. В послании Иуды написано, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом, сохраняйте себя в любви. Как я назидаю себя? Молясь Духом Святым. Назидаю себя в вере. Послушайте, некоторые находятся в таком состоянии, что мы слабые, мы не можем, у нас нету ничего, мы не можем что-то дать, пускай он, у него есть, у него он может, а я не могу. Но послушайте, Бог сказал, у веровавших будут сопровождаться, будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Говорение на иных языках дает тебе рост в вере. Послушайте внимательно. Если ты перестал расти в вере, значит, не языки виноваты, а что-то внутри тебя виновато. Не Дух Святой виноват, а что-то внутри тебя надломлено. Знаешь почему? Потому что ты перестал двигаться вперед, идти дальше, смотреть дальше, видеть больше. Смотри, интересно дальше. Будут брать змей. Зачем вообще их брать? Послушайте. Тут явный прообраз того, что говорил Моисей. Он взял змею за хвост. Он сначала испугал... Вы знаете, есть вещи, которых я боюсь в своей жизни, но я делаю. Я боюсь, но я делаю, потому что я знаю, что со мной Бог. Послушай, он говорит о евангелизации, он говорит о проповеди Евангелия. Если ты боишься говорить кому-то, свидетельствовать кому-то, у тебя есть страхи. Послушай внимательно. Открой уста, а Бог говорит, я наполню их. Если я перестал двигаться в этой вере, значит, в моей жизни что-то не так. Павел говорит, я не стыжусь благовествования Иисуса Христа. Павел был бит, побит камнями. Его не раз убивали. Даже со зверьми заставляли сражаться. Один раз вытащили за город, думали, что уже мертв. Но он все равно продолжал проповедовать. Его вера не уменьшилась. Некоторые проиграли одну битву, они услышали, каких унизил кто-то. И вы знаете, им стало больно. Я ничего не буду рассказывать о своем Боге, я буду его хранить в сердце. Главное же вера в сердце. Послушай, это не вера. И бесы веруют и трепещут. Вера, она всегда действует. Вера говорит, свидетельствует. Если ты перестал свидетельствовать в своей жизни, значит, вера твоя мала. Я не стыжусь, потому что это и есть сила. Сила, которая может изменить не только тебя, не только другого человека. Она может изменить этот мир, она может изменить этот город. Будут брать змей. Интересная вещь. Тут написано, и если что, смертоносное выпьют. Зачем им пить смертоносное вообще? Послушайте, некоторые говорят, ну, буду пить, что попало, все равно не повредит мне. Это не об этом говорится. Не искушай Господа Бога твоего. Правда? Тут написано, если что. Вы знаете, вообще слово, оно сравнивается с питьем. Слово, оно сравнивается с питьем. С некоторыми людьми пообщаешься, и оно убивает тебя. Верующих не убивает. Верующих нельзя переубедить. Верующих нельзя изменить. Почему они всегда живы? Вы знаете, и если что смертоносное выпить, оно не повредит вам. Оно даже не повредит тебе. Оно не прикоснется к тебе. Оно не сможет ничего сделать тебе. Поэтому некоторые ходят и общаются с кем попало. Первый псалом не забудьте. Праведник он что? Не сидит, не стоит и не ходит. На совет нечестивых, собрание разоротителей. И что? На путь грешный. А где он находится? В Слове Божьем. Вера, она черпает откуда-то. И она приходит откуда-то. Вера приходит от слышания. От слышания приходит откуда? От Слова Божьего. Но если ты даже и выпил что-то смертоносное, где-то столкнулся с кем-то, оно не повредит тебе. Вы знаете, есть люди, которые хотели разрушить это служение. Есть люди, которые пытаются разрушить твое служение. Но все эти люди, знаете кто? Это то, что несут смертоносное. У веровавших будут сопровождаться и знамение. Если что-то выпьют, оно не повредит им. Оно не изменит их сердце. Они не станут любить меньше. Они не станут плохими и злыми. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Кто из вас понял? Некоторые, знаете, поговорил со злым человеком и сам стал злым. У веровавших такое не происходит. Они черпают силу из другого источника. У нас есть тот источник, который не иссякаем. Сила Божья, которая может изменить тебя. Сила Божьей любви, которая может изменить твои мысли и ход твоих мыслей. Ход мыслей других людей. И вы знаете, мне все равно, что они думают. Я буду веровать. Я буду веровать. Мне все равно, что обо мне думают. Я буду веровать. Вы знаете, некоторые находят себя в других людях, и они хотят реализоваться другими людьми, потому что они хотят, а как я говорил, что я делал, какой я классный. И когда они перестают говорить, они чувствуют себя ущербными. Павел не чувствовал себя ущербными никогда. Он встречается, давайте прочтем это, хорошо. Будут брать змей, и если что-то смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Об этом я поговорю позже. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Давайте откроем Деяние апостолов. 28 глава. Можно 27 некоторых стихов. Смотрите внимательно. Павел проповедует и говорит, будучи узником, он человек, который не может иметь право голоса. 21 стих. И как долго не ели, то Павел стал посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня. Он проповедовал раньше им. Он говорил раньше, не отходите. И не отходить открыто, чем избежать затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, и которому служу, явился мне в эту ночь. И сказал, не бойся, Павел, тебе должно перестать перед кесарем. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу. Смотрите внимательно. Я не верю кормчему. Я не верю тем людям, которые возле меня, вокруг меня. Павел один. Среди бури, среди проблем. Он такой же. И он говорит, я верю Богу. Был ли ты в такой ситуации, когда все вокруг тебя говорило, что невозможно, что все невозможно, невозможно восстановить отношения, невозможно сделать то, невозможно сделать это, но ты говоришь, я верю Богу. Богу. Почему? Потому что я служу этому Богу, и я знаю, что если я служу, со мной не приключится злое. Эта уверенность не приходит от того, что ты ничего не делаешь, а потому что ты Ему служишь. Послушай внимательно еще раз. Бог, которому я служу, которому я служу. Первое, что нужно, Ему нужно служить. Для того, чтобы твоя вера начала расти, и она начала ободривать других. Смотри, я дочитаю это. Поэтому ободритесь, я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам надлежало, должно быть выброшено на какой-нибудь остров. 28 глава. Смотрите. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. И на племеннике оказали нам немало человеколюбия, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь, приняли всех нас. Когда же Павел набрал много хвороста и клал на огонь, тогда Ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Это была Ехидна. Это была ядовитая змея. Некоторые говорят, ну, наверное, не ядовитая. Смотрите. И на племеннике, когда увидев висящую на руке у него змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца. Когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Смотрите. Ну, он стряхнул в землю огонь и не потерпел никакого вреда. Он змею в огонь и не потерпел никакого вреда. По какой причине это произошло? Потому что он верил. Скажи, вера не причинит мне вреда. Ничто, никакое зло не может причинить мне вреда. Он просто стряхивает змею. Послушай внимательно. Потому что он уже верит, что ему надо предстать перед кесарем. Он верит, что Бог ему сказал. Послушай внимательно. Если ты веришь в то, что Бог сказал, ты будешь силен. Мне нравится Иосиф. Иосиф видел три сна, в которых Бог показывал ему, кем он станет. И он рассказывал эти сны. хвастался этими снами. И он верил, что это Бог. Он пронес эту веру, когда он был в темнице. Он пронес эту веру, когда он был в семье Патифара, когда его склоняли к блуду. Послушай внимательно. Он пронес эту веру, потому что Бог, которому он служит, неизменно служит. вы знаете, есть некоторые, которые находят себя, ну, здесь немножко, там немножко, сделаю тут и согрешу в некоторых вещах. Ничего страшного. вера, она побеждает грех. Вера, она дает тебе силу над всяким грехом. Потому что в того, которого ты уверовал, он победил всякий грех на кресте. И цена, которую он заплатил, была настолько высока, настолько велика, что тебе просто необходимо быть сильным. Послушай внимательно. Некоторые хотят быть слабыми, нытиками, плаксами, удобное состояние. Но почему-то Иисусу Навину, когда наставление Моисея давал вере, он говорил, будь тверд и мужествен. Будь только очень тверд и мужествен. Послушай внимательно. есть некое мужество у женщин. Женщины некоторые мужественнее, чем. И я увидел, это неправильная тенденция в семье, когда женщина пытается стать мужиком в семье. Это неправильно вообще. Она мама и она мужик. Это неправильно. мужество говорит о том, что ты являешься носителем силы, носителем веры. Тот, который несет все остальное, потому что Иисусу Навину пришлось завоевывать эту землю. Он шел по вере, как сказал ему Моисей. Он завоевал эту землю, он расширил пределы, так, как они должны были быть, потому что он поверил, кто он такой. Слушай внимательно. Пока ты не поверишь, пока мы не поверим, кто мы такие, мы не будем творить те дела, которые Бог творит в нас. И вот я подхожу к самому важному. Исцеление. Мы сразу хотим исцелять. возложат руки на больных и они будут здоровы. Послушай внимательно. Возложат руки на больных и они будут здоровы. Помните Иисус как ходил? Он исцелял, кто требовал от него всех. Он делал, потому что он шел, как написано. Он шел по вере, он черпал свою силу оттуда. Он исполнял Слово Божье. Нам же хочется сразу славы какой-то. Возложат руки на больных и они будут здоровы. Самое последнее. Возьми змею сначала. Свою. За свой хвост. Кто у тебя змея? О! Чуть не сказал, извиняюсь. Что у тебя твоя змея? Какая у тебя проблема? Какая твоя жизнь является змеей? Вы знаете, кто-то учиться уже перестал. Он говорит, о, я не могу учиться, мне тяжело, институт закупил, я не успеваю, надо работать. А знаете, а смысл этого, он боится, боится оказаться слабым. Где-то дать слабинку. Но послушай внимательно, если ты идешь по вере, скажи, мой дом принадлежит Богу, чего ты даешь заднюю, можешь этого не говорить. Потому что, если мы сдаем позицию вере, мы отдаем и говорим, слушай, я верю, что мой дом будет служить Господу, я верю, что мы будем идти за ним, но почему-то я иду за чем-то или за кем-то и веду всю семью туда, или же иду за кем-то, что не является служением Богу, а удобством. Я и дом мой будет служить Богу. Мы спасены, я буду везти их туда. Иисус Навин перед самой смертью заповедует я и дом мой будем служить Богу. Потому что служение это является неотъемлемой часть роста твоей веры. Без этого вера не растет. Вера остается на каком-то уровне, ты чего-то получил. И вы знаете, самое интересное, тебе удобно. Люди живут сегодня то, что имеют, они хранят, они оберегают, они может потеряют все, в одно мгновение, а может и не потеряют. Некоторые закапывают и сидят и думают, что они имеют. Но Иисус, Он говорит, приумножай, иди и приноси плод. Я хочу, чтобы ты шел и приносил тот плод, и плод твой пребывал. Смотри дальше, интересно. Они высаживаются на остров, и там дальше происходит нечто. они ждали было, что у него будет воспаление, и он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго, не видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили. Смотрите, змея не была ядовитая, ядовитые были люди. есть ситуации, которые в твоей жизни похожи на змей, которые сильно ужалили тебя, но ты просто стряхнул их в огонь. Я не знаю, какая ситуация. Многие ждали, что ты умрешь, многие ждали, что ты закончишь как служитель, многие ожидали, что у тебя в твоей жизни все закончилось, Бог наказывает тебя, но ты встал. Что происходит с мыслями? Они переменили мысли свои, они пришли и начали просить, помоли за меня, исцели меня. Знаете, что привлекает нас? нас привлекает вера, нас не привлекает само чудо, а вера тех людей. Послушайте, когда змея жалит, кусает, она оставляет рану, и эта рана может не зажить, она может оставаться всю жизнь. О, она не болит потом. Может, чуть-чуть кровит, но она оставляет рану. послушайте, что в твоей жизни оставило рану, и ты на это смотришь, и оно воспаляется у тебя время от времени, и ты видишь это, и ты всем хвастаешься и рассказываешь, вот какой я герой. Забудь про это. Сбрось эту змею, чтобы все увидели твою веру. Потому что то, что в твоей жизни должно произойти, так это значит победа над твоими слабостями, немощами. О, Бог всемогущий, мы ему служим, мы за ним идем. Если я служу ему, то мой дом будет благословен, он будет тоже со мной служить. Я буду иметь все, то, что он обещал. И даже если я сегодня где-то подломлен, сейчас что-то у меня не так, я сброшу это в костер. Потому что то, что меня ожидает впереди, я должен предстать перед кесарем. Есть слово от Бога, что мы не умрем. Ты знаешь это? Верующий в Иисуса Христа не умирает. Послушайте, и теперь дальше мне. после этого события прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцелями, оказывали нам много почести, при отъезде снабжали нужным. Девятый стих. Когда они переменили свои мысли, они были исцелены. я не хочу верить в Бога, того, который убивает своих детей. Я не говорю, Он спас нас Иисусом Христом. Он не убил Его, Он воскресил Его из мертвых. Послушай внимательно, я не хочу верить в Бога, который не делает чудо в твоей жизни и не хочет делать в твоей жизни. Он ожидает от нас, ожидает от нас того состояния, когда мы начинаем жить этой верой. Иисус Христос умирает на кресте и Он говорит, не обо мне плачьте. Я сейчас ранен, но я стряхну эту плоть. Я приду совсем другой. Вы увидите меня. Я ненадолго ухожу. Плачьте о себе. Вы знаете, некоторые сегодня не понимают своей ситуации, потому что они не хотят этого чуда в своей жизни, не хотят поверить, что Бог может вытащить их из их болота, из их греха, и может поставить перед собой живыми. Вы знаете, что Бог дает жизни жизнь? Жизнь, скажи, жизнь. Я не хочу верить в того Бога, когда люди стоят и смотрят, и они не чувствуют жизни внутри себя, потому что их жизнь закончилась, когда они пришли в церковь. Не, не развлечение, слушайте, потому что некоторые думают жизнь, что это развлечение этого мира. Жизнь это когда твоя вера растет внутри тебя, через Слово Божье, от Слова Божьего, по Слову Божьему. Послушай, Бог дал нам сегодня эту веру, Он дал тебе возможность, Он дал тебе силу, чтобы ты побеждал в любой ситуации, что бы ни происходило, ты выйдешь победителем. Если ты примешь Иисуса Христа как Господа и Спасителя, Иисус сказал у веровавших будут сопровождать все знамения. И я не говорю сегодня тем, которые сегодня пришли, может, первый раз, может, второй, я говорю тем, которые ходят давно в церковь, которые думают, что они верующие, но не служат ему, не растут. они застряли где-то между небом и землей в состоянии невесомости и они не хотят получить большего. Павел говорит, стремлюсь к высшему званию во Христе Иисусе, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Стремлюсь. Если твое стремление закончилось, если твоя вера перестала расти, значит, что-то здесь не так. Кто-то тебя сковал, кто-то тебя обманул, кто-то тебя отравляет. И вы знаете, некоторых отравляют их обстоятельства, их жизнь, жена, дом, но у веровавших написано, что если смертоносное выпьет, не повредит им. Если бы ты Адам веровал по-настоящему Богу, ты бы не ел этого, твоя б жена не отравила твой разум. жена, которую ты дал мне, кто ее отравил? Сатана. А тебя? Вы знаете, часто мы имеем такие отношения, которые не представляем. Мы делаем определенные вещи, и мы говорим, все, я проиграл, я не могу, у меня ничего не выйдет. Но послушай, Бог говорит, все возможно верующему. Твоя болезнь не проблема, ты будешь исцелен. Твоя не свобода, не проблема, ты будешь свободен. Ты можешь принять это сейчас, ты можешь получить это сейчас, ты можешь в это мгновение быть свободным. но если ты будешь говорить отравленные мысли в свою жизнь, отравленную пищу принимать, ты никогда не получишь свободу. О, давайте прочтем одно еще местописание, и я заканчиваю. Матфея, 12-я глава. 22-й стих. Тогда привели к нему бесноватого, слепого, немого. Исцелил его так, что слепой и немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ, сговорили, селли Христос, сын Давида. Фарисеи, услышав это, сказали, они изгоняют бесов не иначе, сговорили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Силой Вильзевула, князь Абистоса. Но Иисус, зная по мышлению, сказал, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город, и дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собой. Как же устоит царство его? И если я силой Вильзевула, изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют. Поэтому они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло для вас царство Божие. Или как может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мной, тот против меня. Иисус определенная. Кто не со мной, тот против меня. Кто не со мной, тот против меня. Кто не со мной, тот против меня. Сегодня у нас есть выбор, у каждого из нас У нас есть выбор, быть в вере с Иисусом, верить Ему или противиться Ему. Знаете, чему я противлюсь? Когда я говорю, это невозможно. Пошли другого, пускай другой будет, пускай другой делает, пускай это пастырь делает, пускай служитель это делает. Но если Бог положил тебе на сердце, и у тебя есть сердце доброе, которое может послужить другим людям, которое может дать что-то, что они не имеют, послушай внимательно. Ты не вырастешь в вере, если не начнешь этого делать. Вера без дел мертва. Мне нравится наша церковь, у нас много служителей, они каждый что-то делают, что-то... И вы знаете, я чувствую, бывает временами, когда шторы не повесили, там еще что-то, какая-то вещь не сделана, я в одно мгновение чувствую, что кто-то, им все равно уже становится. Пускай кто-то другой сделает, пускай третий сделает. Кто-то проходит мимо некоторых вещей. Некоторые делают. Я благодарен братьям, которые служат. Но послушайте, я хочу говорить о тех вещах, которые мы должны расти, умножаться и расти в вере. Если наша вера не начнет расти в служении другим людям, оно ничего не произойдет. Вы знаете, прославление это тоже служение другим людям. Если я играю плохо и пою плохо, моя вера не растет и сила не растет. Если я не расту и я не делаю этих вещей, если я не тренируюсь в определенных вещах, я не достигну результата. Вы знаете, кто такой Иосиф был? Он хороший бизнесмен был. Деловод. Лучший деловод был в Египте. Вы знаете это? Лучше его не было. Я не знаю, кто ты и что ты можешь делать, но твое сердце должно расшириться для Слова Божьего, чтобы спасать других. Если ты делаешь дело Божье небрежно, что-то нужно изменить в себе. Твои свидетельства изменятся. Проповедь изменится. Откровения изменятся. Как только ты начнешь делать то, что ты должен. Потому что Иисус сказал, я иду, как написано. Я должен это исполнить. И я жажду, чтобы это исполнилось. Вы знаете, ну не думаю, что он должен. Ага, должен. Он умер за наши грехи. И он так захотел. Как только ты говоришь, я хочу, я делаю. Ты идешь. И ты должен расти в этом. Расти в любом служении. Потому что это служение людям. Если это не происходит, твоя сила начинает падать. Ты не растешь. Ты не увеличиваешься. Поэтому покаяние нужно многим. Ни одному. Ни двоим. Ни троим. Потому что, когда мы покаемся, мы начинаем что-то думать. Мы хотим что-то изменить. Но послушайте, я не в осуждение вам говорю. И не хочу судить вас. Я говорю вам, чтобы вы стали лучше. Чтобы ваша вера начала расти на Слове Божьем. Потому что он сказал, у веровавших будут сопровождать сии знамения. Возложат руки на больных. Послушай, твое дело, оно будет как исцеление для многих. Вы знаете, я верю, что через прославление, через хороший звук, можно получать исцеление. Через хорошую уборку, по крайней мере, не болеют. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда мы служим, и мы растем в этом служении, а не лишь бы как проклят всякий, делающий дело Божье. Послушайте, мы можем находиться в состоянии проклятия, когда мы вызвались, и мы не делаем этого. Или делаем, сойдет и так. Для кого сойдет? Для тебя может. Но мы ж слушаем, мы ж смотрим, мы видим. Я никогда в жизни своей не ношу костюмы, только на служение. Чтобы радовать ваш глаз. Мне все равно, честно говоря, в чем ходить. Мне легче ходить в джинсах и... А? Ну, на свадьбу, но на свадьбу я венчаю. На свадьбах я не гуляю. Я делаю это только ради определенных вещей. Я знаю, что когда мы приходим в церковь, мы должны заботиться о других людях. Мы не для себя это делаем, некоторые. я доктор. Я, конечно, понимаю многие вещи. Ко мне приходит одна больная. Я ко всем хорошо отношусь. И к бомжам, и к алкоголикам. Я всех принимаю. И там говорят, идите туда, к нему. И ко мне всех направляют. К некоторых я выставляю за дверь. Знаете, почему? Потому что они неуважительно относятся к доктору. Есть те, которые могут сделать, могут помыть хотя бы ноги перед приходом. У них и есть где. А некоторые, знаете, есть такие, у нее и дома нет, она салфетки с собой принесла. доктор же трогать будет. Знаете, уважение очень важно. Когда некоторые уважают, они будут исполнять, то и есть исцеление, есть благословение. Оно обоюдное. Вы помните, кто получил исцеление? женщина, которая пробралась через толпу. Все толкали его, все дергали его, ученики не могли справиться. Одна она хотела коснуться края одежды. Кто больше всего уважал? Кто больше всего почитал? Иди, женщина, ты исцелена. Радуйся. Все у тебя в порядке. Твоя жизнь изменилась. Вера приходит от того, что мы уважаем друг друга. Есть уважение некое. когда я думаю, ну, это брат, это сестра, ну, слушай, внимательно, через них Бог открывается нам. Бог дает откровение. Вы знаете, если бы братья Иосифа знали, что они едут к нему, к Иосифу, за пшеницей, они по-другому с ним разговаривали. Но так, как они уехали ко второму человеку после фараона, о, слушайте, они получили гораздо больше. Они получили гораздо больше. Вы знаете, мы бывает делаем некоторые вещи, веря в то, что мы имеем и то, что мы должны сделать. Мы получаем гораздо больше, чем ожидаем. Потому что Бог нас благословляет. Послушай, куда бы ни ступила нога твоя, я дам эту землю, говорит он, я дам эту землю. мы идем и мы не чувствуем, что это наша земля. Мы не чувствуем, что здесь мы можем свободно проповедовать, свободно говорить. Почему? Потому что вот здесь что-то у нас не так. В наших мыслях нам надо победить себя. У веровавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут гонять бесов. Слушай внимательно, я хочу на этом еще чуть-чуть остановиться. Бывает в твоей жизни дьявол ставит преграду перед самым твоим носом, но тебе надо пройти через эту преграду. Он говорит, ты не достиг, ты не получишь, у тебя ничего не выйдет. Изгоняй, выгоняй его, убирайся прочь во имя Иисуса Христа, гони худые мысли от себя, потом достигай большего, иди дальше, следуй дальше, проповедуй Евангелие, исповедуй Слово Божье, начинай проповедовать другим, потому что говорение о нынных языках, это надо было Моисею, который боялся, что он и двух слов не может связать. Знаете, мы были в Дании, мы каким-то образом даже с иностранцами там общались. Знаете, ве разближает. Ве разближает. Когда ты веришь, то у тебя даже есть что-то, что может приблизить тебя и сблизить тебя. Но бывает, ты приходишь в такое место, где все духовное, но нету веры. И ты чувствуешь такую далекость-далекость, как будто вы на иных языках, а вы инопланетяне. Прилетели из другой планеты, а не земляне. Нам надо перемены мышлений. Вера, которая может несравненно больше, чего мы просим, о чем мы помышляем, Божья вера. И тебе нужно просто начать делать то, что Бог говорит в твоей жизни. Мне нравится наш реабилитационный центр. Братья начали делать, молиться и так далее. Но когда это входит в постоянство, они чувствуют силу. Как только перестают что-то делать, сила куда-то правда уходит. Почему уходит? Потому что все, что не по вере, молодцы. Оказывается, вера, она исходит из простых вещей. или делаю, или не делаю. Я понимаю, что мы сильные, должны сносить немощи некоторых людей. Но так хочется, чтобы все уже стали верующими. Иисус сказал, доколе я буду с вами, доколе буду терпеть вас. почему? По какой причине он это сказал? Потому что они должности делили, они верили в Иисуса. Потому что они хотели царствовать, а не служить. Сейчас многие хотят царствовать вместо того, чтобы служить. А основное, что нужно, это любить. поэтому узнают, что мы ученики Иисуса Христа, что имеем любовь друг к другу. Тебе надо стать мужем, некоторым надо стать женой в доме, некоторым надо стать служителем, пастырем. О, тут есть пастыря, вы знаете? Просто он все время говорит, пошли другого, пускай другой пойдет. Я же не могу, Яслав. Скажи, у веровавших будут сопровождать знамения. Вы знаете, самое большое знамение это я сейчас. Моя жена меня знает с молодости. Она никогда не думала, что я буду проповедовать и вообще. Я был настолько косноязычен. И сейчас бывает проскакивает. Но я верил. Понимаете, если когда ты веришь, ты идешь через преграды. Я верю, что этот город будет спасен. Я верю, что этот город спасется. И мне все равно, что говорят другие. И мне все равно, какой момент мне придется взять эту змею. Она не повредит мне. На спидо веселиска наступишь, будешь попирать льва и дракона. Это обетование. Аминь. Мы имеем эту власть. Какого дракона дьявол всегда будет ставить нам палки в колеса. Но вера победившая мир. Это твоя и моя вера в Иисуса Христа, который дал нам эту возможность сегодня служить, исполнять то, что Он обещал. А Он обещал исцеление, благословение, спасение. Кто будет веровать и креститься, не останавливайся на этом. не останавливайся на этом. Поверил, крестился и все. Не останавливайся, иди дальше. У Него есть великое недоступное, чего ты еще не знаешь. Он тебя не просто избрал. Он не просто тебя выбрал. Давайте встанем. кто-то говорит, я просто мама, я никто, я мама. я должна служить многим, только своим детям. Кто-то говорит, да, мне лишь бы самому доползти там, до неба, да, сесть возле ворот с Петром. Петр, кстати, у ворот, да, вы знаете, в курсе? Значит, престол там как раз. Так что, если ты хочешь в ворот сидеть, там престол. Надо стремиться, желать большего, желать намного лучшего. Если ты будешь стремиться к этому, в твоей жизни что-то изменится, ты начнешь говорить, у меня выйдет, у меня получится. Я пойду и буду служить в воскресной школе. Я буду евангелизировать на улице. Я пойду по детским домам, буду служить людям. Знаете, почему? Потому что у тебя уже горело об этом сердце. Но ты заглушил и сказал, пускай другой пойдет. У тебя горело служить тем, которые немощные, слабые. тебе надо сегодня возвратиться. Вспомнить, откуда ты упал и творить прежние дела. Потому что все начинается с веры. Вера это исполнение того, что он сказал. Вера это исполнение того, что он сказал в твою жизнь. Я не знаю, кто из вас служитель, евангелист, пастырь, но я знаю точно, что здесь их много и я не могу тебя тащить за шкирку, потому что ты свободен. Он не заставляет никого идти. Ты можешь не идти. А он выскочку поставит на место. И он будет ждать, пока он переплавится. А потом вызовет его из пустыни и скажет, так, вперед, пошли. Бывает, мы выскакиваем, еще не сварившись. Но надо произвести эту работу, и он произведет в тебе эту работу. Но послушай внимательно, не переставай верить, кто ты такой и что ты имеешь. Скажи, я Сын Божий. Распознай свой дар. Распознай свой дар. Распознай свой дар. Распознай свой дар. Победа. Победившая мир. Вера ваша. Вера в Иисуса Христа. Послушайте, потому что Он победил этот мир и Он дал нам пример. И некоторым сегодня нужно освободиться от этих мыслей, которые терзали, не давали им выйти в служение в полноте, которые говорили, что ты слаб, ты немощен, ты не можешь, у тебя не выйдет. Здесь только возможности. В Церкви Святого Духа масса возможностей. я не очень требовательный пастырь. Я требовательный к вере. Если ты веруешь, делай. Посмотрим. Но если ты веруешь и начал делать, то вери продолжай, дорогой мой. Не сомневайся. Потому что сомневающийся, он, знаете, он колеблется. Идти, не идти, делать, не делать. Он потонет. Он будет тонуть. Некоторым сегодня нужно изменение мышления. И тебе нужна свобода. Просто скажи сегодня ему, Господь Иисус, давайте помолимся ему все вместе. Господь Иисус, я прошу тебя, прости меня, за мои слабости. Но я знаю, что ты силен. И ты силен во мне. И я прошу тебя, прости меня. Я осознаю, что я был неправ, когда отказывался, что ты предлагал мне. Господь Иисус, я верю в тебя. и я верю, что все возможно вместе с тобой. И я победитель. И я благодарю тебя, Иисус, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Продолжение следует...